Информационно-развлекательная программа Кайрл Итан продолжает свое вещание. Сегодня у нас в гостях победительницы конкурса красоты и талантов юная жемчужина Петропавловска в двух возрастных категориях Адия Капдирова и Анастасия Шубина. Здравствуйте, девочки, как ваше настроение? Отлично, отличное. Расскажите о том, как прошел конкурс, какие эмоции вы испытали? Эмоций было много, переживания, радость. Но чаще всего у меня была радость. Ну, у меня вообще очень много эмоций, а конкурс прошел отлично. Подружились с кем-нибудь из участниц? Да, да. Хорошо. Вы решили сами принять участие в конкурсе или все-таки родители вам подсказали? Ну, моя мама сказала, ну, она нашла, что жемчужина Петропавловска есть, и она мне сказала. А потом, ну, я согласилась. В инстаграме мама, то есть в инстаграме я увидела это сама и предложила маме участвовать. Мама меня поддержала. А до этого вы участвовали в каких-нибудь конкурсах красоты? Ну, мы в жемчужине Петропавловск первый раз выступали, это, ну, красоты. То же самое. Сколько этапов было в конкурсе? Может, какие-то были трудными или легкими? Ну, были у нас легкие. Это у нас дефиле, танцы и финал. Ну, для меня были и сложные этапы, и легкие. Легким для меня оказалось это дефиле, но жюри это не оценивало. А трудным для меня оказалась визитная карточка, потому что я там половину не рассказала. А почему? Как получилось? Из-за волнения? Из-за волнения. Я знаю, что вас готовили к конкурсу перед тем, как выйти в финал. Можете рассказать про подготовку? Ну, мы готовились, трудились, конечно, чуть-чуть волновались, но потом собрались, и получилось. У нас были разные, то есть мы учились фотопозирование, затем мы учили танец, ну, и было интересно. С какими творческими номерами вы выступали? Ну, танец у нас был 24-й. Я выступала с песней, с авторской, со своей тетей и дядей. Дядя мне подыгрывал на гитаре, а мы с тетей вместе пели. Что вы почувствовали, когда узнали, что вышли в финал и победили? Ну, я почувствовала радость, просто такая услышала второе, вторая, ну, второе место, первое место, и все. Я подумала, что уже я третье место, но так-то и получила гампри. Вначале я услышала второе вице-мисс, потом первое, и я подумала, что получили второе место и первое. И я уже загрустилась из-за того, что я получила третье место, и не поняла об этом. Но после того, как меня объявили, после конкурса, мама сказала, что я получила первое место. Чем вас наградили за победу? Тиары, сертификаты, может, есть какие-то еще призы? Ну, меня наградили сертификатом, дипломом, короной и повязкой. Мне дали сертификат на аренду двухэтажного дома в Гримм-парке на сутки, затем подарочный сертификат в Страну чудес, также Family Market, и корону и ленту. Адия, участвовала ли ты в подобных конкурсах? Нет. А я знаю, что ты закончила модельную школу Индиго, можешь рассказать про свое обучение? Вначале мы познакомились, у нас было много всего интересного. Мы учили фотопозирование, учили правильно ходить на дефиле, у нас была психология, на которой мы рисовали, учились всего многому. Сколько длилось обучение? Обучение длилось пять месяцев. Можно сказать, что как ты закончила модельную школу, какие-то навыки тебе помогли, когда ты выступала юная жемчужина Петропавловск? Я считаю, что да, мне помогло фотопозирование и дефиле. Анастасия, я знаю, что ты очень активная, у тебя разные увлечения, можешь рассказать про свое любимое хобби? У меня любимое хобби и плавание, и танцы. У тебя творческий номер был связан с танцами, ты решила взять какую-то любимую мелодию или, может, какой-то любимый танец? Ну, вообще-то, мы там тренировались, учили танец, мы либо робота решили, либо далеко от мамы, вот решили далеко от мамы станцевать. Сколько лет ты занимаешься танцами? Я занимаюсь семи лет. Угу. В жизни вы очень активные и творческие девочки. Не мешает ли это вашей учебе, что вы занимаетесь разными хобби, увлечениями, участвуете в конкурсах? Ну, учусь я хорошо, и танцую, и плаваю. Отлично. Мне ничего не мешает, потому что учеба мне дается легко, и мои увлечения тоже. Планируете ли вы связать свою жизнь с индустрией моды? Ну, я пока что еще подумаю, перезвечаю это делать. Ну, пока что я хочу стать тренером по плаванию. Это твоя мечта? Да. Ну, я хочу, да, связаться. А есть какая-нибудь мечта, кем ты будешь работать по профессии, или все-таки выберешь моделинг? Планирую работать учителем английского, потому что у меня это хорошо получается, и параллельно моделировать. Анастасия Дия, спасибо, что ответили на наши вопросы. Мы желаем вам успехов в учебе, чтобы вы также продолжали принимать участие в конкурсе, побеждали, и все ваши мечты исполнялись. Спасибо. 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 Ваше интервью подошло к концу. В гостях у нас были Адия Кабдирова и Анастасия Шубина, победительницы конкурса красоты и талантов «Юная жемчужина» Петропавловска. Продолжение следует...